Устранение причин возникновения подтопления населенных пунктов. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, речь шла о мероприятиях, проводимых округом, городом и районом по недопущению подтопления территорий и о выполнении требований по ограничению предоставления земельных участков для капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий. Несмотря на то, что паводок уже позади, вопрос в повестке дня не снят. Ведь подготовка к следующему половодию в регионе с учетом всех минусов и плюсов начинается сразу после прохождения очередного ледохода. Важно понимать, какие конкретно меры разработаны по устранению причин подтопления населенных пунктов и какие инженерные работы проведены в муниципалитетах по отводу от талых вод. Администрации города противопаводковые мероприятия поделены на два этапа. Первое – это оперативные работы, которые проводятся у нас перед каждым весенним паводком. Она включает в себя укрепление насыпей, объезд, осмотр мест, где возможно подтопление. Это работа с населением. Ну, в общем, собственно, здесь оперативная работа, и мы её все видим, все понимаем. Ещё одна мера принята администрацией Наринмара – изменения в генеральный план города. Они касаются строительства дамб в тех местах, где вода находит лазейки в период паводка и подтапливает территорию города. Противопаводковые мероприятия проходят и в Заполярном районе. Так, в 2014 году Приморско-Куйскому сельсовету было выделено 10 миллионов рублей для устройства защитной дамбы. Особое внимание в районе уделено защите земельных участков от подтопления. При проведении вертикальной планировки отсыпка участков должна быть не ниже безопасной. Был привлечён специализированный институт для проведения, это департамент природных ресурсов и АПК, для проведения исследования гидрологической ситуации по Печуре с целью разработки мероприятий по недопущению подтопления некоторых населённых пунктов. Особое внимание подготовке земельных участков под массовое строительство уделено и в округе. В целях реализации региональной госпрограммы обеспечения доступным и комфортным жильём предусмотрен целый ряд мероприятий. Укрепление откосов территории вертикальной подготовки в районе многоквартирной застройки по улице Авиаторов планируется включить в программу в связи с непередачей на сегодняшний день администрации муниципального образования городского округа проектной документации по объекту укрепления береговой линии территории застройки в районе улицы Авиаторов. Также вертикальная планировка земельных участков в районе посёлка Старый Аэропорт улица Авиаторов для представления гражданам имеющих трёх и более детей. Вертикальная планировка территории в районе улицы Меньшикова с выносом инженерных сетей. Подготовка территории участка в районе улицы Постозерская база ОПХ. Вертикальная планировка земельных участков также в районе посёлка Старый Аэропорт для представления гражданам имеющим трёх и более детей. Плавает округ не только от паводковых вод. Талы, вода и дождь тоже доставляют немало хлопот. Поэтому в повестке дня вопрос по очистке канализации и устройств по пропуску воды под автомобильными дорогами. В текущем году Наринмад Доримстрой проведёт очистку дренажных колодцев и водопропускных труб от мусора и грязи в окружной столице. В целях строительства ливнёвой канализации на автомобильных дорогах общего пользования округа принято решение о разработке предпроектной документации. Ливнёвая канализация должна быть построена с учётом существующей застройки и инженерных сетей. На основании полученной предпроектной документации предполагается выполнить работы по разработке проекта утверждённого варианта ливнёвой канализации, а предусматривается наиболее оптимальный вариант устройства – строительство закрытой ливнёвой канализации с устройством дождеприёмных колодцев, в проезжей части дорог Первомальская, улица Хатанзийская, улица Вучейского, с последующей очисткой стоков на блочных очистных сооружениях. Длина ливнёвой канализации ориентировочно составит 5 километров. Сейчас рассматривается вопрос о продолжении работ проектирования и самостроительства. Мария Владимирова, Елена Семёнычева, Вадим Стасёк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова